Если бы не шум в соцсетях, мало кто узнал бы об этой трагедии. Спустя почти неделю после смерти 12-летней девочки, в Рубцовске пытаются понять обстоятельства случившегося. Сотрудники кладбища и похоронной службы помнят эту процессию. В череде прочих сходу называют имя фамилию ребенка и спорят, что подтекста в трагедии нет. Источник из похоронной службы зачитал нам выписку из заключения смерти. Инородное тело в одном или нескольких отделах дыхательных путей, дыхание и заглатывание пищи, приводящих к закупорке дыхательных путей. Как я поняла, мать пошли в баню, она вот когда начала у нее все это происходить, она вышла, видать, хотела закричать. И получается на промежутке между баней и дома она упала на бетонную тропинку. Однако в пабликах города звучат совсем другие версии. В обсуждении участвуют, как правило, лицеисты, а именно в лицее училась девочка, их родители и бывшие ученики. Звучит мысль, что связь этой трагедии с лицеем возникла потому, что за несколько часов до смерти девочку ее маму вызвала на ковер завуч. Они пролили в своем классе на парту корректор. И это сняли на видео, как они его оттирали. Какому-то мальчику накапали на штаны. И вроде как этот мальчик как раз, ну как бы сказал про это видео в тиктоке. И вот эту вот девочку, своей мамой ее вызвали к директору. От этого и отталкиваются последующие версии. По одной из них девочка расстроилась настолько, что свела счеты с жизнью, приняв много таблеток. Полина школы знает девочку, как бы она не могла такое совершить. Еще была одна теория, что она пришла домой, у нее заболела голова, как мама и говорила ее. Приняла таблетку от головы и могло давление подняться. И в сумме вот этого всего могло вот так вот произойти. Все говорят, что там у нее что-то было с сердцем. И как сказано, что ест стало плохо, может быть из-за стресса, из-за чего-то еще. Ну как сейчас ВПР идут, и может быть из-за этого. Походу что-то с разорением. Я когда быстро что-то поворачиваю, у меня, знаешь, такое происходит, что у меня замутняется на несколько секунд, начинают болеть глаза. Мне капец. В пабликах пишут, что это голосовое, а девочке-маме было последним. Некоторые усматривают в описании состояние признаки инсульта. А причины таких ощущений называют одну – общение с завучем лицея. За слез может довести. Она не будет прям очень жестокие вещи говорить. Когда я ее вижу в школе, она в основном либо в плохом расположении духа, либо на кого-то орет. Сегодня ко мне на личный прием пришло двое из трех родителей, участвовавших в беседе. Двое родителей подчеркнули корректный тон и педагогические допустимые методы проведения воспитательной беседы. Ко мне пришло 35 родителей навстречу. Из них большинство выразили позитивную оценку климата в школе, принятия школы. Ольга Казанцева вместе с психологами выслушала родителей, записала замечания, дала рекомендации, как общаться с детьми после трагедии. Начальник управления образования Рубцовска Алексей Мещерин оценил атмосферу в лице как адекватную. И отдельные фигуры в этой трагедии пока не рассматривают. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка. Назначены ряд экспертиз, в том числе медицинская и токсикологическая. Тем временем родители умершей девочки на связь не выходят. По словам мам других учеников, они не готовы общаться. Создаются впечатления, что дома они почти не бывают. Ольга Казанцева сказала, что постарается связаться с семьей девочки, но нужно ли это им, пока непонятно. Как и то, кто больше не готов мириться с трагедией. Родители погибшего ребенка или ученики лицея, не согласные с политикой образовательного учреждения. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.